Селфи в цветах украинского флага. Для берлинского стилиста Франка Беттера Вильде это ежедневный ритуал. Уже больше десяти лет художник каждое утро фотографирует себя в лифте и выкладывает кадры в свой инстаграм. Это своего рода дневник. По каждому кадру из лифта я сразу могу вспомнить, что это был за день, что я тогда чувствовал. Иногда это очень личные фото, например, с моими возлюбленными. А иногда в них находит отражение политическая ситуация. Как на этой фотографии, которую Франк опубликовал 22 февраля. За два дня до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Я взял фотографию Путина, распечатал её, вырезал и надел как маску на лицо. Это было своего рода предупреждение. Случится что-то очень страшное. Это повлияет на нашу свободу. Это повлияет на весь мир. С тех пор вся лента стилиста окрасилась в жёлтый и синий. В ней появились украинские мотивы и узоры. Франк публикует новый снимок каждое утро. Мне нравится этот кадр. Он очень простой, без брендов. Это просто шарфы. В самом начале войны Франк раздобыл флаг Украины. Постепенно в его гардеробе появились шаровары, вышиванки и вещи украинских дизайнеров. Например, этот пиджак. Этот пиджак, я его обожаю. Видите, зарезервировано для Франка Вильде. Своим проектом Франк хочет поддержать Украину и показать её культурное разнообразие. Предоставить площадку для украинских художников и музыкантов. А также напомнить, что там каждый день гибнут мирные жители. Украина защищает наши ценности. Украина защищает Европу. Недостаточно показывать её красивую сторону. Мы должны показать её душераздирающую боль. В свои 59 лет Франк открытый гей и борец с гомофобией. Но вырос он в очень консервативной семье на севере Германии. Франк говорит, что его личная борьба помогает ему понимать борьбу украинцев. Геи моего поколения знают, что нужно защищать свою свободу, защищать свою идентичность. Право быть тем, кто ты есть. И это связывает меня с Украиной. За творчеством Франка Вильды в Инстаграме следят почти 100 тысяч подписчиков. Он рассказывает, что получает сотни позитивных отзывов от украинцев. И говорит, что обязательно когда-нибудь поедет в Украину. А пока он будет продолжать снимать селфи в поддержку Украины. И вдохновлять других. До тех пор, пока эта война не закончится. Субтитры создавал DimaTorzok